Дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые слушатели, телезрители. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссёры Мария Сунхалырова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии сегодня волонтёры. Те люди, которые выбрали своим делом помогать, служить другим людям. И для таких людей, их зовут волонтёры, абсолютная норма. Вот помощь тем людям, которые в этом нуждаются. Хочу представить Елена Васильева, волонтёр, и Наталья Унарова, волонтёр. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что нашли время прийти сегодня в нашу студию. С Еленой наши слушатели и зрители уже хорошо знакомы. Елена сама выходила в проекте, с ведущей проводила эфиры по теме волонтёрства, по теме помощи и про инклюзивные проекты. Елена одна из первых начинала говорить и продолжает это делать. И совсем недавно у нас был эфир, который тоже к этой теме имел прямое отношение. Мы говорили о проекте «Обнимаю сердцем» и о проекте в проекте. Мы ещё говорили о таком проекте, как онлайн... Виртуальная экскурсия. Да, виртуальная экскурсия для того, чтобы обычный человек немножечко заглянул и познакомился с миром особенных людей. То есть проект «Обнимаю сердцем» создал ещё один проект, который называется «Виртуальный урок в мир особенных людей». И ещё один проект, который называется «Дневники особенных мам». И вот сегодня мы об этих двух проектах ещё раз поговорим, потому что после прошлого эфира проект про виртуальный урок заинтересовал вас, дорогие слушатели и зрители. Были звонки и вопросы о том, где найти этот урок, как его можно посмотреть. Может ли ребёнок его посмотреть самостоятельно? Или для этого нужно обязательно подключить школу, классного руководителя? Или же как-то можно найти его в интернете? И нужен ли экскурсовод для вот такого вот урока? И сегодня, я думаю, мы на все эти вопросы ответим. Но сначала всё-таки я предлагаю поговорить про проект, поскольку он новый. Мы будем сегодня о нём говорить первый раз. Ну, не первый раз, мы уже давно о нём не говорили. Да, «Дневники особенных мам». Рина, расскажите, что это за проект? Для кого он? Какая цель? Ну, понятно, что он для мам особенных детей, но, тем не менее, давайте ещё поподробнее. Да, спасибо. Ну, вы правильно сказали насчёт проекта в проекте. Дневники мам особенных детей. На самом деле, эта задумка была изначально, в самом начале проекта «Обнимая сердцем». Руфина Осипова предложила вот в смарт-библиотеке, когда у нас была выставка, одну стену посвятить истории мам особенных детей. Ну, на тот момент таких историй у нас не было, но задумка была. Она уже тогда зародилась, и потихонечку она сейчас уже вот вылилась в этот подпроект, называется, да. Что это такое? То есть «Дневники мамы» — это такие вдохновляющие, эмоциональные, правдивые истории мам особенных детей. Это истории, в которых рассказываются, с какими проблемами они столкнулись, да, то есть в обществе, в семье, с педагогом, например, да, там, в медучреждениях. И самая главная задача, да, вот этого подпроекта — это вдохновить, настроить и показать другим мамам, особенно детей, что они не одни, что есть другие люди, которые на самом-то деле вот прошли через это. И они их учат, вот благодаря этим историям, да. Мы сейчас этот сборник ведём, сейчас буквально их там, наверное, около 10 историй уже у нас собралось, и мы будем их собирать до конца марта этого года. Сформируем сборник для того, чтобы потом направить на какую-то определённую целевую аудиторию, то есть это могут быть образовательные учреждения, это могут быть медицинские учреждения, ну, то есть учителям, врачам и, соответственно, ну, уже куда-то по запросам, например. Цель вот этого проекта «Дневники особенных мам» — она для того, чтобы люди увидели, что они не одиноки в своей проблеме, да, и для того, чтобы они познакомились прямо очно друг с другом и нашли вот это вот пространство, где они смогут, ну, где-то пожаловаться, да, где-то вот, может быть, рассказать о своей усталости. Да, всё верно. То есть самое главное — это именно создать пространство для поддержки и вдохновения. Я думаю, что мы ещё об этом проекте можем узнать что-то интересное и важное от организатора проекта «Обнимаю сердцем» Анны Фёдоровой. Анна сейчас находится в Москве, я очень рада, что у нас сегодня будет возможность услышать её, потому что Анна, она задумала это всё, да, как-то она лидер-вдохновитель, и она с этими мамами общается сама. И многие из этих мам становятся ангелами добра, да, или кто-то из них становится. Как раз сейчас на прямой связи с нашей студией Анна Фёдорова, организатор и вдохновитель проекта «Обнимаю сердцем» и проекта в проекте «Дневники мам особенных детей». Ну и мамы, в общем-то, особенные. Анна Николаевна, здравствуйте. Анна Александровна, здравствуйте. Ой, Анна Александровна, здравствуйте, простите. Здравствуйте. Мы ждём, что вы дополните проект в проекте «Дневники особенных мам». Елена уже начала, рассказала нам, но поскольку вы с этими мамами общаетесь, вы их знаете лично, расскажите, пожалуйста, о том, насколько этот проект уже сейчас имеет силу, какая его цель на сегодня меняется, или она как-то по прошествии времени. — Да, хорошо, спасибо за вопрос. Эта тема нам интересна вообще с самого начала нашего проекта, когда мы организовали выставку «Смарт-библиотеки», одна из наших ангелов добра предложила, это Руфина Осипова, предложила, чтобы мы все оформили рукописными листами в виде дневников мам, особенно детей. — Но, к сожалению, на тот момент у нас это не получилось, мы получили крайне мало таких историй, и в конце этого года мы снова вернулись к этой теме, и на данный момент у нас есть свой телеграм-канал «Внимай сердце», и мы там размещаем информацию, и сейчас уже собираются готовы включиться в наш этот проект мамы из Волгограда, из Казани, из Москвы, из Якурска, из Сангар, из Вилюйска, потому что эта тема реально очень актуальная. Потому что мамы, к сожалению, остаются как будто за бортом, что ли. Детям, да, уделяется внимание, детьми занимаются педагоги, а мама как бы остается на таком свободном полете, да, а на самом-то деле это очень большая внутренняя душевная боль. Это нужно принять, это, ну, в общем, тут есть много сложностей, и основная цель, мы хотим в этом сборнике собрать искренние, правдивые, эмоционально окрашенные рассказы от мам. Это будут жизненные кризисы, встречи с трудностями, с радостями, с испытаниями, и как это они проходили. Ведь не секрет, что многие семьи рушатся, когда появляется в семье особенный ребенок. Вот, но есть вдохновляющие истории, когда, например, мне мама недавно рассказывала одна о том, что они узнали уже в утробе о том, что у ребенка будет отклонение, и отец семьи принял решение, что нет, мы ничего делать не будем, мы оставляем, мы воспитываем, и мы любим этого ребенка. Это вообще, конечно, такое решение. Да, и такие истории, да, и такие истории, они могут мотивировать и давать надежду. Ведь данный мир такова, что, ну, не будет так, что вот вдруг и перестанут рождаться с этими детьми. Анна Александровна, спасибо большое. Я вот сейчас вот о чем подумала. Вы, когда создавали проект «Обнимаю сердцем», это был проект про особенных детей. Но каждый ребенок, он про своих родителей. Мы все состоим из наших родителей. И, конечно, в первую очередь мы все про нашу маму. И вот как будто бы этот вот проект в проекте «Дневники особенных мам», «Мам особенных детей», он как будто бы вот как начальная точка того, что вот… Опора. Да, начальная точка того, что уже вы сделали. То есть вы сделали вот этот вот проект «Обнимаю сердцем», а началось-то все же с мамы, с каждой мамы. Поэтому очень важно, что вы уделили внимание этому, потому что если с мамой будет все в порядке, если мама будет дышать полной грудью, да, и разрешать себе все то, что уже случилось, соглашаться с этим, найдет силы себе согласиться с тем, что уже произошло, то и ребенок себя будет чувствовать защищенным в несколько раз больше. Да, мы же друг друга как-то дополняем, вдохновляем. И вот, например, для того, чтобы прийти вот осознанно, наверное, к этой мысли, например, меня очень вдохновил опыт Натальи Иунаровой, которая у вас сейчас в студии. Она же занимается йогой именно беременных женщин. Потом меня вдохновила история Аизы Сидоровой, тоже нашего ангела добра, которая говорит о… у нее ребенок с ДЦП. Она говорит, мама в ресурсе, то и в семье, и счастье, и детям тоже спокойно. Они чувствуют маму. И для поддержки мамы в марте состоится мероприятие как раз-таки для мам особенных детей, куда вы приглашаете всех тех, кому эта тема близка. Да, 23 марта в 11 часов в смарт-библиотеке пройдет семинар для мам, и мы будем говорить только о нас, женщинах, не о детях. Первый блок будет отдан правовым вопросам, а второй – это как оставаться в ресурсе, как избавляться от тревожности. Это будут телесные практики, дыхательные практики. Все это потом завершится уроком красоты, тоже от нашего ангела добра Кристины Гаврилевой. Анна Александровна, спасибо вам большое, что вы так вдохновляете людей, которым вот это вдохновение необходимо для того, чтобы не разучиться радоваться жизни, несмотря на то, что случается такая беда в семье. Я благодарю вас за участие в нашем эфире. Желаю вам отличного настроения, много сил, здоровья и радости каждый день. Спасибо большое. Мы это делаем все вместе. Вам спасибо, Светлана. Спасибо большое за обратную связь. Слушателям и зрителям нашим я напомню, что на прямой связи с нашей студией была организатор, идейный вдохновитель проекта «Обнимаю сердцем» и проекта в проекте «Дневники мам особенных детей» и виртуальный урок «В мир особенных детей» Анны Александровны Федоровны. Ну, мы продолжим. Как раз-таки Анна рассказала про вас, Наталья, что вы еще помогаете мамочкам, которые только-только собираются вот этот опыт материнства получить. И кроме этого вы еще и проводите экскурсии вот в этот виртуальный... В мир особенный. Да, то есть вы являетесь тем человеком, который помогает к этому уроку подготовиться, чтобы его как-то воспринять, понять. Да, мы начали после Нового года, получается, в конце января. Мне предложила Анна участвовать в таком проекте. Я, конечно же, согласилась, так как у меня тоже двое школьников и один дошкольник. И я решила тоже поучаствовать и выступить перед своими классами, своих ребят. И мои классные урокодители тоже пришли ко мне на встречу. И когда я провела, они были очень довольны с этим видеоэкскурсией. Они поблагодарили меня искренне и сказали, что это очень хороший видеоурок, который действительно нужно проводить в каждом классе. Вопросы были про то, как выйти на вас, чтобы этот урок получить. Могут ли это сделать родители, которые заинтересовались вот этой темой, либо учителя, и как этот урок получить, и можно ли его самостоятельно где-то посмотреть, и тогда уже без экскурсовода. Будет ли он понятен? Ну, все желающие, да, конечно, могут. На самом деле, в прошлом эфире я тоже об этом говорила, что мы вообще за то, чтобы распространить эту виртуальную экскурсию, этот видеоурок по школам, для того, чтобы учителя непосредственно сами уже вводили детей своих в этот мир. То есть, по сути, там этот видеоурок, он стоит там 40 минут буквально, как один урок. И самое главное — это быть человеком, который будет проводником. И можно к нам написать в телеграм-канале. Да, в телеграм-канале можете написать и взять видеоурок самостоятельно. И просто нужно объяснить детям, что, оказывается, есть такие люди, у которых есть ограничения в здоровье, да, и такие люди, оказывается, бывают очень уникальными и талантливыми, и которых меняют ход истории даже. В этой видеоэкскурсии как раз-таки рассказывают про таких людей, которые реально меняли нашу историю. Они очень талантливые. И там рассказывают то, что про насекомых, да, как вообще сам видеоэкскурсия, он такой в лёгкой форме для детей специально. И ребёнок от этой видеоэкскурсии не встают. Вот он, наоборот, прямо заинтересованными глазами, прямо весь видео вовлекается. Ну вот на ваших видео видно, да, что дети не только смотрят, но они ещё выполняют какие-то упражнения, которые им предлагают сделать в этом видеоуроке. Что это за упражнения? Это вот как раз-таки делается для того, чтобы они почувствовали на себе, как живут такие люди. Как будто они не видят, да, закрывают глазки, и что и происходит вокруг. И как смотрят даже фильмы, оказывается, есть переводчики, да, специальные. И закрывают... Там есть фрагмент фильма, да, который можно посмотреть, предлагается посмотреть без звука, так как смотрят этот фильм те люди, которые не слышат. И потом сравнить, когда уже включается звук, насколько ты можешь понять фильмы, если он не озвучен. Да, всё верно. Потом они жесты... Людей, которые не могут говорить... Да, языки жестов, да, которые не могут говорить, они угадывают этот жест. Мне вот этот момент очень понравился, потому что я не всё угадала. Мне показалось, что очень интересно. Да, я тоже не всё угадала, и было очень интересно тоже, как дети угадывают. Я так удивилась, что... Есть дети, которые прямо на все ответили ровно правильно. Но есть и дети, которые даже не знают о существовании такого языка жестов, И для них это просто какое-то открытие? Да, для них это открытие. Оказывается, в некоторых классах, когда я участвовала, они даже не знают, оказывается, что есть такие люди. И, конечно же, есть такие дети, у которых тоже в семье есть такие люди. Ну вот по-разному, да, у всех. И все воспринимают тоже по-разному. И я объяснила, что нужно к таким людям относиться с добротой, чтобы они не издевались над такими людьми, чтобы они относились к ним более уважительно, к таким людям. Просто я думаю, что, ну, наверное, у многих людей такой опыт, такое ощущение, когда ты чего-то не понимаешь, ты этого боишься. Рождается какой-то страх, и ты хочешь как-то от этого быть подальше. Когда мы не понимаем, что чувствуют эти люди, да, как с ними вообще общаться. Мы не можем как будто бы разрешить себе это общение. Вести себя в такой ситуации. Просто нас никто не учил же в наше время, да. Когда я встретилась с таким человеком, первый раз себя вспоминаю в детстве, да. Я как-то отнеслась, и для меня это было как бы... Что это? Никто не объяснял, как общаться с такими людьми. А потом уже я вот сейчас сама понимаю, что они тоже люди. Все мы люди же разные. Мы же не выбираем, каким нам родиться, да. Каждый человек, он особенный, и каждому нужно относиться... Вне зависимости от того, может он говорить, да, или не может. Потому что вот мы сейчас с вами сидим, да, те, которые мы можем разговаривать, мы слышим друг друга, видим друг друга. Но это совсем не говорит о том, что мы одинаково думаем, да, одинаково чувствуем, и у нас одинаковые приоритеты, да. Но все-таки мы очень сильно отличаемся, да. Мы все равно абсолютно разные. Спасибо вам большое. Вот у нас остается буквально полтора минуты. Может быть, вы что-то еще хотите сказать для наших слушателей и зрителей полезное? Можно я скажу, повторю слова Анны Александровны. Напомню, что 23 марта в 11 часов в СМАР-библиотеке у нас пройдет семинар. Поэтому все желающие могут подойти. Все желающие – это мамы особенных детей, которые хотят познакомиться с теми людьми, которые уже получили такой опыт, да. Может быть, те мамы, которые только-только столкнулись, вот это все-таки беда, потому что это страшно. Когда ты встречаешься с этим первый раз, конечно же, это, наверное, основные чувства – это страх и отчаяние, это боль. И, возможно, люди негодуют и задают вопросы, вот за что, да, как и почему, пока ты с этим согласишься, все равно нужно пройти определенные стадии. И первое из них – это отрицание. И вот те мамы, которые, возможно, еще только-только в этой теме, они совсем новички, они тоже могут прийти на этот семинар и познакомиться уже с теми мамами, которые обрели опыт в общении с таким ребенком, и которые обрели опыт помощи для того, чтобы научиться как-то взаимодействовать с миром особенных людей, да. Да. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Я благодарю вас за сегодняшний эфир, за то, что вы нашли время и рассказали еще раз о том, что доброта, как красота, обязательно спасет мир. Спасибо вам большое. А слушатели и зрители не прощаюсь. Скоро увидимся через короткие 4 минуты. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. В нашей студии новые гости, я сейчас их представлю, а говорить мы будем про то, как важно постигать науки. В нашей студии ректор Малой Академии Наук Республики Саха-Якутия Василий Павлов. Василий Климович, здравствуйте. Приветствую вас. И действительный член Малой Академии Наук Анастасия Филиппова. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Но не могу сразу не спросить, каково это быть академиком в столь юные годы? Ну вот я считаю, что это очень ответственно. Я рада, что меня избрали в такие академики. Причем вы уже не первый раз избираетесь действительным членом Малой Академии Наук. И это как-то тоже очень почетно и очень важно. Мы об этом поговорим чуть позже. Ну и, конечно, я хочу предоставить слово ректору Малой Академии Наук. У вас 25 лет в этом году. Да. Вы существуете. С какой целью существует ваша академия? Кому и зачем она нужна? Расскажите. Наша академия была создана как физико-математический форум «Ленский край» в 1999 году по инициативе нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. И эта идея очень простая, да, так сказать, что есть одаренные дети, которые очень интересуются наукой, пытаются развиваться в направлении исследовательской деятельности, олимпиады. Мы их всех собираем и примерно как в Артеке с ними работаем. Это такие смены у нас постоянно проводятся, профильные, и они собираются, видят друг друга, от этого еще заряжаются новой энергией. Проводим курсы «Индоктринация» — это очень важная тема. Каким образом полюбить свою республику, как участвовать в ее развитии. Это те самые вещи, которые как раз определяют сущность деятельности нашей академии. И потом мы помогаем, создаем возможности для развития всех тех способностей, которые имеют наши члены нашей академии. На самом-то деле академия не ограничивается членами. Там очень много ребят. Примерно у нас, по нашим направлениям деятельности работает примерно, вовлечены в это дело 74 тысячи школьников, которые ежегодно участвуют в мероприятиях, у которых у нас 250 год проводится. И, соответственно, такая активная деятельность. Но хочу сказать по академикам. Мы начали как раз нашу академию отбирать академиков. Кстати, отбор проводится по достижениям. То есть они участвуют в различных конкурсах, конференциях. Их участие там, если они победители, то получают соответствующие баллы. По баллам определяется их рейтинг. И по рейтингу они поступают к нам в академию как члены, полные члены академики, академии, академики и член-корреспонденты. То есть это 100 академиков и 100 член-корреспондентов. Мы проводим это уже с 2016 года. По решению постановления нашего правительства номер 5 от 15 января 2016 года определены гранты. Они получают ежемесячно денежные гранты, стипендию, по которой определяется еще и их активность. Фактически они ежегодно проводят очень много деятельности, рассказывают про науку, занимаются пропагандой науки, научного образа мышления. И, соответственно, еще и отрабатывают, развивают свои научные достижения. Это справедливо, что по достижениям вот так вот отбираются лучшие. А зависит ли стипендия от того, что есть лучший академик и есть тот, который еще не совсем сумел стать лучшим? Ну, значит, 100, которые прошли высшим рейтингом, а не академики, получают стипендию повышенной. И, так сказать, получается нам больше, чем стипендии член-корреспондента. Хочется спросить, сколько, но этично ли это или нет, я не знаю. Оно должно меняться у нас, так сказать. Фактически это в пределах 3 тысяч, 5 тысяч рублей. Вот так вот получается. В месяц? В месяц, да. Ну, для подростка, да? Это нормально. Это, в общем-то, хорошо вот так заработать какие-то карманные деньги? Ну, это на самом-то деле очень важная тема, как раз принять во внимание, да, так сказать, те достижения, которые ребята сделали. Вот само название, да, так сказать, вот титул, скажем так, академика, член-корреспондента, играет очень большую роль. В кафе можно три раза сходить на эти деньги, да? Да. Но хочется как-то побольше. А насколько сложно, вот академия, это же получается, как бы вместо школы, да, альтернатива школы, то есть лучшие дети. Это не альтернатива школы, это дополнение. А они продолжают учиться в школе? Да, они продолжают учиться в школе. Естественно, академики — это люди, которые, и член-корреспонденты, это ребята, которые исключительно сами активны, имеют повышенное силе полагания, да, миссию свою знают. И, соответственно, они ещё и организаторы. И, соответственно, на своих школах они могут направлять процесс развития, то есть создавать группы интересов, да, создавать свои научные клубы. Вот к этому мы подводим, чтобы они стали звёздами в своих школах, помогали другим детям раскрыться. И это очень важный процесс, который помогает вообще по всей республике. Потому что у нас участвует 27 как раз районов, да, шахте, улусов и 117 образовательных учреждений. А насколько это популярно среди молодёжи — прийти в вашу академию, подать заявку и стать академиком? Ну, с каждым годом у нас число заявок увеличивается. Ну, естественно, мы начали с 340, и сейчас достигли до 490 в прошлом году было заявок. В этом году мы не знаем, но примерно такая и будет, значит, уровень. И пройдут точно не все, потому что есть определённый... Ну, да, определённый конкурс есть. И, соответственно, сюда же заявления дают ребята, которые активно участвуют уже в этом деле давно. Да, у нас есть ребята, правда, с первого класса. Подают первоклассники по 11 классу. То есть у нас очень открытый, значит, открытый отбор так. А, то есть с первого класса даже, может, ничего себе. Даже есть такие ребята с первого класса. Вы такой счастливый, такой радостный. У вас такая улыбка красивая. На вас смотришь и прямо вот настроение поднимается. Спасибо вам большое. Анастасия, как вы узнали про эту академию? Как вы подали туда заявку? Насколько для вас это было сложно или несложно? И как изменилась ваша жизнь после того, как вы поступили в Малую Академию Наук? Впервые я подала заявку в 2022 году. В этом году я подала заявку в третий раз. Ничего себе, какая вы настойчивая. Значит, очень хотели там обучаться. И уже, наверное, тогда слышали про то, как проходит обучение в Малой Академии. Или у вас были оттуда знакомы? Почему вы так настойчиво решили добиваться? Мне показалось, что это интересно. Ну, хотела попытаться. А что именно интересно? Ну вот, сам статус. А что он даёт, вот этот статус? Что он вам даёт сегодня? И какие у вас надежды на то, что он вам даст в будущем? Этот статус даёт мне уверенность. Единомышленников можно находить в одной сфере. И очень интересно. А чему вы научились, обучаясь в этой Академии? Вы сколько уже времени обучаетесь? И что вы исследуете, обучаясь там? Ведь вы же там изучаете науку более углублённо, да? Да. Там моя тема по лингвистике. Аспект коммуникации домашних животных и человека. Ой, как интересно. Да. Очень интересная тема. Да. Да. Вот это действительно. В своё время был такой нобельский лауреат Конрад, да? Так сказать. Это называется психо-зо-лингвистика. Даже такая есть отрасль науки. У многих есть животные дома домашние, но не все знают про такую науку наверняка, да? И точно не все знают какие-то нюансы и аспекты о том, как нужно. Может быть, вы что-то немножко расскажете, нас как-то просветите в этой теме? Мы изучаем лингвистику наших собак, Дружок и Блэк. Наши собаки знают более 200 слов. Есть в мире собаки, которые знают более 1000 слов, но для такого результата надо ежедневно заниматься. То есть, как говорится, можно... Не буду я цитировать это. Нет, ну это очень важно. На самом-то деле наши младшие друзья, да, они и по жизни помогают нам жить. Это же мы создали их. Люди на самом-то деле воспитали и собаки, и кошек. Это все наше, да, так сказать. То, что делает человека человеком на самом-то деле. Поэтому очень важно знать и саму биологию, природу всего этого, да, так сказать, и изучать их. Точно так же, как и людей. Ну мы как-то склонны верить, что нас животные понимают и так, да, и что они нас чувствуют и понимают, и слышат нашу речь, да, и как-то реагируют на все. Ну, наверное, так и есть. Да, у них есть интуиция, очень много чувств. Действительно, это есть. Просто эта тема, да, она может еще более... Ну, что-то интересное, да, людям сообщить. У вас вообще какая цель того, что вы вот изучаете это? Вы что дальше хотите с этим что-то делать? Я хочу расширить свою тему, более углубленно заниматься собаками. И потом как-то? Ну, потом как-нибудь реализовать. Вы хотите потом работать, да, в этой сфере? Ну, возможно, да. Я пока определяюсь с профилем. Ну, здорово. А какие вообще интересные проекты есть у учащихся в вашей академии? Вот на ваш взгляд, как рекомендуют? Ну, очень много инженерных проектов, естественно, да, потому что то, что направленность практико-ориентированная, очень важна, да, прикладная отрасль. И вот я хочу в этом плане, да, так сказать, сказать, как важна вот роль школы и сообщества, да, школьного в развитии. Ну, например, пример такой, да, это Дюрингвинская школа ИТЛ-24, да, информационно-технологический лицей Евгения Александровича, значит, Варшавского имени. И это замечательная школа, которая воспитала большое количество очень интересных наших академиков, да, которые сделали патенты. Ну, Марина Бердянова, это такой костный транслятор речи, да, очень интересная тема, получившая патент. Да, Зеленский, Даниил и Выка Бадим, они создали ЧПУ, это для ЧПУ, так называемых, для программируемых инструментов, да, так сказать, специальных приборов, программу для того, чтобы сделать красивые узоры, да, так сказать, это очень важная тема, она получила патент. Кроме того, они создали еще много программ, которые сейчас используются. Кроме этого, у нас есть Роман Скорик, тоже из этой школы, который создал с помощью искусственного интеллекта, значит, такую программу, которая куплена большими компаниями сейчас, да, так сказать, и очень много имеет подписчиков, да, так сказать, она делает исключительно интересные такие рисунки, да, которые используются большими компаниями для брендирования. Это вот то, что ребята делают. А как в вашей академии проходит обучение, как вы помогаете вашим ученикам? Да, наши ученики, они постоянно к нам приезжают, особенно есть большое мероприятие, которое называется «Будущие интеллектуальные лидеры», а это будет сразу проходить скоро, совершенно в марте месяце, как раз вот новые испеченные академики прибудут туда и, значит, будут с друг другом общаться и с известными учеными. Мы всегда приглашаем людей из Академии наук, известных ученых, специалистов, и кроме этого мы помогаем находить научного руководителя, для того, чтобы развивать их проекты. После этого наши академики поступают в очень известные университеты, наш федеральный университет, и начинают свою научную деятельность уже не с обычного, как говорится, пустого листа, а они уже имеют наработки. И это им в дальнейшем очень помогает. И известные университеты нам очень благодарны, что у нас всегда подготовлены ребята, которые сразу бросаются прямо в кучу науки. – Тогда, получается, те учащиеся, которые приходят обучаться в вашу малую академию, они получают, кроме статуса академик, кроме того, что они учатся коммуникациям и могут в своей школе, в своем классе как-то еще организовать какой-то свой коллектив, привлечь еще других детей, они еще получают возможность узнать больше, во-первых, себя, что тебе интересно, и узнать больше о том, куда они смогут дальше поступить. – Да, они уже знают об этом, потому что они же работают с коллективами, с большими научными исследовательскими центрами, поэтому у них уже проложена своя научная карьера будущая, они уже об этом знают. – Они уже даже могут с преподавателями познакомиться, с учеными. – Они уже знают, учеными, известными и прочее, точно знают, куда и как поступить. Они уже даже имеют приглашение. Денис Ирюмин получил приглашение, например, ИТМО, это знаменитый институт тонкой механики и оптики в Санкт-Петербурге, где он сейчас вообще звезда. Он здесь тоже получил патент, как раз из той же школы Неринга и информационно-технологический лицей номер 24. Там очень интересный свой коллектив сложился, которые проводят такую весьма удивительную работу. И кроме того, недавно, у нас Артём Мартин, десятиклассник из ФТЛ, физико-технический лицей, здесь стал победителем очень известного престижного международного конкурса. Как раз он делает сейчас полезную нагрузку для малого космического аппарата, который, возможно, в этом году полетит. Это первый такой якутский аппарат. Это вообще удивительно, что наши дети способны на такие великие вещи, которые могут в дальнейшем очень понадобиться и послужить для нашей республики. Ну и получить приглашение от какого-то такого маститого института, это же вообще как ты уже себя чувствуешь, насколько уверенно, что ты этого добился, что тебя заметили, что такие люди, которые уже в этой теме чего-то добились, они посмотрели на тебя как на равного практически. Совершенно верно. Это очень, на самом деле, очень круто. То есть ребята еще насыщенная, интересная жизнь академиков, член-корреспондентов. Они являются членами клуба нашего, где все очень открыто, где люди обмениваются своими идеями. Ну вот, например, у нас есть известные семьи, которые там семейно, династийно, уже сколько-то десятилетия поколений дают ученым. Вот известная семья как раз Филипповой, это Василий Васильевич Филиппов, наш президент Академии наук, покойный, замечательный ученый, который как раз и внучатая, получается, племянница. А вы почему так полюбили науку? Вот видно, что вы занимаетесь тем, что любите, потому что вы производите впечатление очень счастливого человека. Да, но работать с нашими юными дарованиями одно счастье, так сказать. И в Якутии очень много таких детей, потому что наша республика невероятно разнообразна, тут живут суперталантливые люди, они приехали сюда строить, так сказать, счастливое будущее, ну и детей таких же создали. Поэтому я считаю, что у нас очень много чего мы можем показать, так сказать, и по России, и в международном уровне. Анастасия, видите, как вы радуете своих руководителей, да, своих учителей, как они счастливы за вас, да, и вот как вами гордятся. А в вашей школе что сказали после того, как вы стали академиком, и как отнеслись к этому ваши одноклассники? Думаю, учителя гордятся. В рейтинге школ у нас есть доска почёта, там выложены мои тезисы, мои научные статьи из журналов. То есть такая возможность о себе заявить, да, и как-то, может быть, раскрыться уже для тех людей, которые, в общем-то, тебя и хорошо уже знают, как им казалось, но на самом деле не так хорошо, да, как теперь смогли узнать. У нас остаётся не очень много времени, пару минут до конца эфира. Может быть, мы расскажем о том, как поступить в вашу академию, как подать туда правильно заявку, когда будет конкурс для тех, кто сейчас нас смотрит и слушает, и заинтересовался. Расскажите, как это проходит, да, так сказать, как вы сделали свою заявку? Ну вот, я подала свою заявку на основе своих побед. Я призёр и победитель научно-практических конференций «Республиканская НПК «Шаг в будущее» и всероссийских Вернадского, Лобачевского и так далее. Откруйся учёного. Откруйся учёного тоже, да. В Москве. У нас есть свой сайт. Свой сайт, да. И на сайте есть ссылка. До 22 февраля это длится, она открыта. Ребята, если есть возможность, то подайте на последний вагон, да, как говорится. 22-го это уже вот-вот же. Вот-вот, да. То есть ещё время есть до 22-го числа зайти на сайт, который называется… «Ленский край». Вы просто пишите «Ленский край», оно сразу выскочит, и вы там, значит, подаёте заявку. И человек, который подаёт заявку, у него должны быть всё-таки какие-то научные труды, да? Ну, там уже, да, вы там всё пишете и прочее, всё там будет нормально. Там автоматически всё зачидаётся. Главное желание, и главное начать и не сдаваться. Вот Анастасия третий раз, да, подала заявку, и, наконец-то, эта заявка получила одобрение. Поэтому, если вы хотите, да, если вы хотите вот настолько глубоко заниматься наукой, есть место, где это можно сделать, и есть хорошая поддержка, да, и уже будет определено ваше будущее. И если сейчас родители или сами дети смотрят, то вот такой простой, в общем-то, алгоритм, главное – желание, настойчивость и ощущение того, что это тебе нужно, это вам нужно. Спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня в нашу студию. Я была очень рада с вами познакомиться и вас увидеть. Вы, правда, производите впечатление счастливых людей, потому что у вас есть то место, где вы получаете удовольствие от того, что вы делаете вообще замечательно. Слушателям и зрителям спасибо за внимание. Всем хорошего вечера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!